здравствуйте с вами лена полякова и вы смотрите европлант life мы находимся на очень очень оживленной магистрали слышите посмотрите сколько машин это одна из самых оживленных улиц варшавы можно сравнить с третьим транспортным кольцом в москве и мы будем говорить о кошении о кошении и не кошение посмотрите тут у нас траву скосили и как выглядит этот участок на котором я стою не очень хорошо а потому что скошенная трава она не защищает почву от высыхания если вы не будете газон поливать после кошения он будет выглядеть вот так на самом деле он будет выглядеть даже хуже потому что сейчас мы тут как в тропиках живем идут дожди они не слишком сильно промачивают почву и действительно испаряется это очень быстро поэтому трава желтая но на следующей неделе дождей не будет и не будет тут ни одной зеленой травиночки даже мы можем жить в таком пространстве можем перестать косить и имеет зеленый лужок мы сейчас его посмотрим но это очень большой вопрос и мы сегодня только начнем его обсуждать мы будем выбирать что хотим каким мы хотим чтобы был наш город поговорим о разных аспектах видовой состав этого луга однозначно указывает нам на то что лук этот сеянный специально была составлена смесь луговых растений это растение именно польских лугов здесь мы видим дикую морковь вот тут шмель у нас сел на это василек шершавый здесь у нас василек луговой еще есть синяк гвоздика это было посажено пару лет назад сейчас многолетники уже прекрасно разрослись цветут и вы видите как прекрасно за моей спиной мы снимаем это в один и тот же день вот там выжженная пустыня находится в трех метрах от этого прекрасного цветущего луга я думаю а что сегодня в первом выпуске мы начнем разговор с клещей это самая важная тема которая наверное волнует всех мы хотим иметь красивый лужок но это страшно потому что все знают что энцефалит это смертельное заболевание боррелиоз болезнь лайма это неизлечимое заболевание можем ли мы позволить себе красивый лук но мы конечно сбежали из этого ада очень шумно на магистрали это действительно одна из крупнейших магистралей в польше и разговаривать там совершенно невозможно продолжим разговор у меня в дворе в тихом спокойном месте но вообще разговор о лугах кошение не кошение очень большой и мы сегодня вот только начнем начнем с самого пожалуй простого то что как мне кажется не должно вызывать вопросов и противодействия это ограничение кошения обочин и разделительных полос на автомагистралях надо сказать что раз в году у нас проходит очень большая конференция посвященная строительству автодорог и каждый год на эту конференцию обязательно приглашаются люди которые занимаются созданием лугов потому что ограничение кошения в таких местах сейчас это такой очень мощный тренд вы видели как выглядит газон там где его покосили и там и как выглядит некошенная трава разница конечно существенная и главное что смысла в этой процедуре нет никакой сейчас мы идем к тому чтобы газон у нас оставался только там где он необходим функционально это могут быть игровые площадки травяные партерные газоны или газоны как элемент ландшафтного дизайна а который является фоном для каких-то посадок вот что касается обочины и разделительных полос нет никаких причин чтобы содержать там газон в виде газона то есть скошенной травы это просто деньги это колоссальные расходы которые несут наши дорожные службы надо сказать что здесь вообще история немножко выглядит по-другому есть городской бюджет и вот он распределяется на разные нужды нет задачи заработать денег в общем то тут ни у кого городской бюджет наоборот деньги должен экономить и тогда городской бюджет может потратить сэкономленные деньги на какие-то важные хорошие проекты для людей собственно говоря это задача нашего мэра в том числе поскольку власти у нас выборные то вот деньги экономит конечно объективных причин косить обочины и разделительные полосы по сути нет я слышала что-то связанное с отражающей способностью может быть кто-то в комментариях мне напишет если он знает что-то толком на эту тему только попрошу не домыслы а если кто-то действительно есть профессионалы хорошо владеет вопросом потому что в беглом поиске я как не являюсь до дорожным специалистом я ничего не нашла по поводу отражающей способности газона которая была бы лучше например или какая-то другая но и как автомобилист конечно в ночное время суток прекрасно не скошенная трава отражает свет фар я проблемы не вижу был вопрос относительно диких животных была версия что в нескошенной траве на обочинах могут гнездиться или прятаться в жару дикие животные и они будут выскакивать на автомагистраль и это будет приводить к авариям но исследования показали что такого риска нет аварий больше не становится с дикими животными по крайней мере ну и в общем было принято решение не косить конечно мы сегодня с вами посмотрели не не кошеную траву а специально созданный лук мы видели разные виды растений которые там растут и вот чтобы вот так это все было красиво и чтобы эти все цветы цели нужно сажать специальную смесь ограничение кошения может привести к развитию инвазивных и агрессивных растений которые не дадут в общем-то красоты а будут нам даже каким-то образом ухудшать экологию поэтому пока что частично у нас дороги и обочины не косятся а частично они уже заменяются такими специально созданными лугами в общем история с не кошение обочин и разделительных полос она действительно самая простая пожалуй немножечко усложним жители крупных городов устали от шума газонокосилок устали от пыли и выжженной земли и просят чтобы ограничили кошения также в жилых дворах главное вопрос который сразу же у нас встает на повестке это вопрос клещей и хочется сегодня немножко об этом поговорить вообще до меня уже конечно все кто хотел уже прочитали потому что сказано было на эту тему очень много не нужно считать что клещи живут только в высокой траве иначе мы могли бы себе предположить что везде где есть вода у нас будут рыбы нет динамика численности клещей зависит от двух вещей ну допустим место обитания который мы не рассматриваем две главные вещи это враги и кормовая база и вот если мы будем говорить о некошенной траве понятно что здесь в городе по крайней мере у клещей будет не так много кормовой базы зато будет очень много естественных врагов клещи как вы все знаете находятся самом низу пищевой цепочки поэтому их едят все насекомые птицы земноводные врагов у них предостаточно разумеется этих врагов не будет на газоне а вот что касается кормовой базы на газоне у нас будут с удовольствием валяться собаки на газоне у нас будут своими попами сидеть люди и вот смотрите врагов не эта кормовая база есть почему бы там не завестись клещам в наших при клиниках сейчас идет пропаганда не только вакцинации против к вида но и вакцинации против клещевого энцефалита и там в частности развешаны плакаты о том что не нужно забывать что клещи также могут быть на газонах и не нужно сидеть на газонах например это очень важный момент здесь это не вызывает вопросов но в россии конечно мы должны скосить всю траву чтобы у нас не было клещей это немножко не так работает кроме прочего клещи живут же еще и на кустарниках вообще высота места обитания клещей до полутора метров второй вопрос мы сами понятное дело боимся клещей наши собаки могут пострадать собаки и конечно все должно быть скотчно чтобы собаки могли ходить где угодно послушайте что же нам тогда и кустарник сносить вообще собака это действительно очень большая проблема сегодня для города я даже не говорю о бездомных собаках люди используют газоны как вместо выгулу собак то есть как собачьи туалеты и люди хотят чтобы эти газоны были подстрижены чтобы собаки там могли гулять то есть представьте да у вас ведь по факту не будет ни газона нормально потому что он будет испорчен собаками а некрасивого луга цветущего который тоже собакам не нужен и здесь конечно должна быть какая-то публичная дискуссия и решение принятое городом или хотя бы вашем тсж у собак должны быть собачьи площадки вот решение мы должны сохранить природу мы должны сохранить друзей человека главных да нужно просто искать баланс собачья площадка это отличное решение и еще про клещей не могу не отметить в в ссылке внизу в комментариях будет ссылка вышло недавно очень любопытное исследование польских ученых в этот раз не британских оказывается клещи реагируют на наши мобильные телефоны понимаете телефон с излучением 900 мегагерц это правда старая модель мне кажется 900 мегагерц сейчас же новые вроде 1000 но может быть это старое было исследование не знаю а клещи двигаются в направлении мобильных телефонов это действительно довольно любопытная история больше того клещи зараженные именно бактериями барреля и рексета именно эти бактерии заставляют клещей представьте как это выглядит двигаться в направлении источника излучения то есть схватить клеща может человек с телефоном сидящий на стриженом газоне поэтому давайте все-таки вернемся к не стриженым лугам не будем просто по ним ходить не стрижен луга это вообще не место для прогулки они будут украшать нашу жизнь они будут способствовать улучшение экологии но вы знаете наверно ну не нужно еще раз говорить про биоразнородность про пчел и вообще про экологию да это уж точно все знают просто не нужно там ходить не нужно там сидеть мы будем просто любоваться это отличная идея и начать движение вот к некошенным лугам можно как сделал это больше городских обочин и разделительных полос смотрите на эту картинку мне кажется все очевидно какой город мы хотим где мы хотим жить что полезно для природы а что вредно посмотрите подумайте не знаю как для вас для меня все очевидно ну что ж всего хорошего этот разговор мы обязательно продолжим задавайте ваши вопросы в комментариях и я постараюсь на них ответить будьте с нами подписывайтесь на канал всего вам доброго